Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. Сейчас в течение минуты мы подождем, пока все соберутся. А я пока анонсирую тему, о которой мы будем сегодня говорить. Она на самом деле не настолько, опять-таки, банально, насколько звучит, потому что состоит она из трех слов, каждый из которых несет большой смысл. Мы поговорим сегодня об обмане, о мое и о спасении. Почему будем об этом говорить? Потому что я из тех людей, которые убеждены в том, что наша с вами жизнь находится в наших руках. Сегодня я ехала с таксистом, моя машина на обслуживании находилась, и я ехала с таксистом. И как только села в машину, он сказал мне, наденьте маску. Ну, я задала ему вопрос, как бы, верит ли он в то, что маска спасет его от вируса. Но он начал мне говорить о том, что нужно начинать с себя, с того, чтобы быть осознанным человеком. И я ему сказала, что, по моему мнению, нужно просто полечить свою голову и научиться думать, научиться принимать ответственность и соображать собственной головой. На что он мне сказал, что люди, что он как бы с этим не согласен, он считает, что от нас ничего не зависит, человек, который надеялся надеть маску и не заболеть, что от нас ничего не зависит, и люди придумали то, что мысли могут быть материальными. Я, конечно же, не удержалась и на это ответила ему, что наши с ним мнения различаются. И именно поэтому я, как человек, который считает, что все зависит от него, живет в одном из самых элитных районов города Киева, а он работает в службе такси. Конечно, язвительный мой язык ничего не мог поделать. Не стояла задача его обидеть. Ну, естественно, что он обиделся, потому что люди обычно обижаются, когда считают, что кто-то, значит, весь мир притворяется жертвами, весь мир хочет их обидеть. Любая фраза, которая с их видением не сопрягается, воспринимается как обида. Ну, я в свою очередь каждый раз, когда вижу вот таких неосознанных людей, у меня включается такая красная кнопка, и я думаю, ёпсель, ну как же вы так живете в этом мире? Поэтому сегодня мы поговорим с вами об обмане. Давайте начнем с этого, потому что чем является обман для человека? Вообще, мы не будем говорить по поводу того, что, значит, там ложь, нужно ли врать. Это вообще сугубо дело каждого, потому что каждый воспринимает свою жизнь и свою реальность абсолютно индивидуально, и сам решает, как ему выстраивать взаимосвязи с другими людьми. Мы сюда не лезем. Я хочу поговорить с вами об обмане в контексте обмани себя, потому что мы, люди, естественно, так или иначе обманываем, и обычно обманываем именно себя, выстраивая и выбирая для себя из пространства жизненных вариантов, которые есть те истории, которые нам являются для нас наиболее удобны. И почему-то в большинстве своих случаев, я даже знаю объяснение, почему, мы выбираем жертвенные варианты. Я заметила, что у людей есть две ключевые роли. Значит, первая роль – это роль жертвы. Она включается очень интересно. Всякий раз, когда вы попадаете в какую-то ситуацию, в которой вы не знаете, как себя вести, или в которой требуется с вас ответственность какая-то, человек сразу же говорит о том, что у него какая-то проблема со здоровьем, или у него что-то случилось. Но вот вспомните, приходите, не выучили урок, вам говорят, почему не выучил урок? Ты говоришь, что вчера было маме плохо, я ничего не мог поделать. Или говорят, например, тебе, вот, ты плохо выполняешь свою работу, и ты тут же говоришь, но у меня температура, и поэтому я, или у меня что-то случилось. Мы абсолютно неосознанно, неосознанно это означает, не понимая, постоянно находим для себя какую-то оправдательную роль жертвы. Почему с нами это произошло? Почему это мы не можем выполнить? Почему мы имеем то, что имеем? И стараемся это на что-то списать. Это как бы первая история жертвы. То есть история жертвы хорошо работает, когда вы, например, попали в какую-то ситуацию, там, конфликтную, ссору, и вам необходимо как-то эту историю вырулить. Вот мне когда было там лет 20, у меня был молодой человек, и мы с ним ссорились, я не зная, как с ним помириться, все время рассказывала ему о том, что со мной что-то случилось. Почему? Да потому что во второй части людей, а мы на самом деле меняемся, есть другая интересная история. Это роль спасателей. Люди, которые не в состоянии свою собственную жизнь привести в норму, они занимают роль спасателей, выгораживая кого-то. Вы наверняка неоднократно видели, как человек, который не может за себя заступиться, который не может себя реализовать, при этом на передовую лезет, как только происходит какая-то проблема у кого-то. Например, человек не может для себя денег заработать, но если деньги нужны другу, он обязательно их добудет, он обязательно что-нибудь придумает, обязательно выручит. И вот есть люди, которые всегда во всех ситуациях находят свое проявление как спасателей, защитить кого-то, встать, значит, там, проявить каким-то образом свою такую сущность. Но в чем здесь интерес, при чем здесь наша тема? А тема наша в том, что заключается и связь с темой, что это проявление нашего обмана. Мы вместо того, чтобы решать какие-то свои жизненные ситуации, достигать цели, расти, находить ответы на вопросы, чего я хочу, строить свою жизнь, мы занимаем либо роль жертвы в этот момент, то есть нам становится страшно, и мы говорим, ой-ой, я бы мог это сделать, но у меня есть масса причин, почему я не могу, вот мать бросить не могу, папа меня не понимает, там, собака у меня умерла, вот, есть множество причин. Или вторая роль спасателя. Я бы сейчас с удовольствием это сделал, но мне нужно кому-то помочь. И вот вы можете понаблюдать, я знаю огромное количество людей, которые, в принципе, по жизни являются спасателями. Вот приходит, например, человек ко мне в марафон Рерайтер Жизни и начинает заниматься собой. И тут же, когда какие-то другие люди задают вопросы, когда другие люди как-то апеллируют, ну, ко мне, они же мне пришли, заплатили денег, хотят что-то знать, там, у них есть какие-то вопросы, появляются люди, я сейчас ни в коем случае не говорю, что они плохие, но человек вместо того, чтобы писать и создавать, работать над собой, он начинает рассказывать другим, как нужно делать. У меня была одна знакомая девочка, когда я была в бизнес-тренинге, она часто приходила ко мне на живое обучение, она занималась уроками английского языка, и никак не считала, что она прекрасно это делает, и никак не могла, значит, реализоваться и выстроиться в этом. Там с корпоративными клиентами работала, в общем, помню долгую историю. И вот однажды она приходит, такая счастливая, и говорит, то есть, ну, и она мучилась от того, что она не могла на этом заработать, что она все время много делала, зарабатывала очень мало. И однажды она такая счастливая ко мне приходит и говорит, все, я поняла, что у меня призвание в другом, я буду заниматься другим. Я говорю, чем же ты будешь заниматься? Она говорит, я буду лайф-коучем, я буду учить других людей, как достигать целей. Меня это очень тогда улыбнуло, вот прошло уже очень много лет, я даже не знаю, что с ней сейчас, вот как-то вот она мне перестала попадаться, но Сережа, ну, мой муж, он как бы этого очень девушку запомнил, и каждый раз, когда там люди начинают говорить, что я не знаю, в чем реализоваться, он начинает стебаться и говорит, ну, станьте лайф-коучем и научите других, значит, как быть счастливым. Раз вы сами не можете стать успешным и счастливым человеком, а то учите других, возможно, у вас это получится. Так вот, обман именно в том и заключается, что мы врём себе. Мы врём себе, таким образом пытаясь себя спасти. Когда мы с вами находим очередное оправдание тому, почему что-то мы не сделали, не достигли, почему мы имеем не то, что мы хотим, вы можете провести этот следственный эксперимент, вы можете для себя вот спросить себя, почему, например, у меня нет машины, или почему я живу не в том квартире, или почему у меня не те отношения, в которых я хочу быть. Вы всегда найдёте для себя, вот если вы будете делать это упражнение, прям вы себе начнёте писать, и у вас будет огромное количество причин. Если вы будете обсуждать это со своими друзьями, то у вас получатся такие прям целые истории. Вы их выкопаете из себя, у вас появится такая крутая история, и знаете, что отвратительно? Простите, что-то всё время хрюкаю, надо мне водичкой. Сейчас вижу, за окошком стоит водичка у ребёнка. Видите, не взяла пепси свою, а то всё называют меня бухаричкой с бокалом вина. Так вот, мы врём себе, в чём проблема наша, да, главная, в том, что мы рассказываем эту историю, и мы в неё верим. Мы в неё верим, и мы в неё поверили, и мы как бы этим закрыли дырку. Ну, то есть мы, например, говорим, блин, мне не нравится, типа, мой парень. Окей, не нравится парень, хорошо, а почему ты с ним находишься? Ну, понимаешь, я встречалась с другими парнями, с мужчинами, но с тем были такие проблемы, с тем такие проблемы. Я думаю, может быть, он исправится? Ну, наверное, может исправиться. Но я не знаю, мне с ним как-то и в сексе плохо, и как-то денег он не зарабатывает. Ну, он пытается, конечно, но зато он классно готовит, он иногда мне дарит цветы. Ну, вообще, мне нравится, что меня дома кто-то ждёт. Правда, мне нравится, что живём мы в доме за мой счёт. Окей, так ты будешь что-то менять? Ну, я не знаю, я посмотрю ещё. В принципе, конечно, я понимаю, что с таким человеком мне бы не хотелось рожать детей, идти в будущее, но, может быть, если само что-то выплывет. И вот вы проводите такой разговор. Вот вы поговорили, называется разговор ни о чём, обмана, обмана. У вас есть некая полость, проблема, знаете, как кариес в зубе, есть некая полость. Вы туда напихали временную пломбу, и забили её, и закрыли. Но если вы знаете, то в стоматологии, я знаю, в стоматологии очень много, поверьте, в стоматологии временная пломба выполняет время временного заполнителя, то есть она на то и временная. Если вы будете на неё кусать, жить полноценно, она выпадет, либо она скоро просто раскрошится, и ваш зуб продолжит портиться. То же самое происходит с нами. Мы обманом себе, мы не решаем проблему, а мы как будто бы о ней поговорили, временной пломбой заблокировали, и надеемся, что временная пломба либо вернёт целостность нашего зуба вообще, либо навсегда останется стоять, как-нибудь сама потом превратиться в постоянную пломбу. Это называется враньё себе. Я это называю неосознанностью. Когда мы, понимая, что проблема существует, закрываем на неё глаза. Отсюда обман моё спасение. Мы таким образом защищаемся. Мы не хотим об этом думать, мы не хотим её ворушить, мы надеемся, что она каким-то образом сама рассосётся, расхлопнется и всё изменится, а по сути этого не происходит. А знаете, почему не происходит? Не происходит ещё часто потому, что мы всё время об этом думаем, как о проблеме. То есть мы пытаемся делать вид, что её не существует, но она у нас болит. Мы всё время находим подтверждение того, что этот парень нам не подходит, я так и думала, что он мне не подойдёт, вот он опять себя повёл как козёл. Мы её расширяем, мы притягиваем на языке квантовой физики, мы притягиваем к себе ещё больше эту вибрацию, но мы, простите, этот нарост, эту опухоль растим в себе, потому что мы себе врём. Потому что нам очень страшно сесть однажды и задать себе, не вынести это в прямой эфир, не написать об этом книгу, а спросить себя, а я вообще каких отношений хочу? Начинать всегда нужно не с переделки квартиры, как мне переделать эту стену, а задать себе вопрос, а я вообще в этой квартире жить хочу? Мне это вообще надо? Вот с человеком, перед тем, как его менять, например, своего партнёра, задайте себе ключевой вопрос, а я вообще с этим человеком быть хочу? Вот честно, положа руку на сердце, я хочу с этим человеком что-то строить. Это касается вашей работы, вашего бизнеса. Часто люди пытаются что-то в своём бизнесе спасти, но когда начинаешь докапываться, и человек говорит мне, ты знаешь, вот на личных сессиях такое бывает, человек говорит мне, а ты знаешь, Оля, а я вообще этого не хочу. Я пришёл с тобой поработать над тем, чтобы это изменить, но сейчас, во время нашего общения, я понимаю, что мне это вообще не надо. Я только из-за страха того, что это придётся разрушить, что нужно это убрать из моей жизни, только по этой причине пытаюсь это залатать. У нас есть множество разных с вами историй. Есть история про свой внешний вид, когда многие люди всю жизнь пытаются похудеть, а при этом они пытаются выглядеть так, как хочет видеть их общество, их мама или их парень, но сами понимают, что им это не нужно, им и так хорошо, и страдают не из-за того, что они находятся не в идеальной физической форме, а из-за того, что они не удовлетворяют чьи-то чужие потребности. А найти возможность посмотреть и задать себе вопрос, а я-то каким или какой быть хочу? Это касается часто партнёра, когда человек жизнь свою терпит, партнёра пытается под него подстроиться, ходит к психологу, сексологу, пытается понравиться и подойти ему, а у него у самого такой потребности нет. Он вообще хочет другого. Мы становимся с вами несчастными в тот момент, когда мы пытаемся во что бы то ни стало удовлетворить потребности родителей, общества, работодателя, кого угодно, но не свои. Я вам могу сказать, что у нас у каждого человека есть огромное количество, на первый взгляд, для нас самих очень странных потребностей. они выражаются во всём. В том, сколько есть, как выглядеть, как должно выглядеть твоё тело, наличие татуировок, пирсинга, всевозможных башней, как ты, потребностей, возможностей, фантазий в сексе. Вы, если, например, чуть-чуть подыряете в сексуальную тематику и увидите, как много то, чего мы называем извращением, а вы посмотрите, какое количество людей, поинтересуйтесь вот этими субкультурами, вы увидите, какое количество людей играет в сумасшедшие игры, имеют сумасшедшие какие-то пристрастия, как в сексуальной жизни, так и в обычной жизни. Сколько людей интересуются такими вещами, прыгают с гор каких-то, какой-то жуткий адреналин для себя создают? Нам кажется, когда мы живем в своем обычном каком-то мире, что вот все люди живут вот так, и если у нас есть малейшее поползновение или какая-то фантазия или какая-то мысль другая, то это не норма. Но это неправда, потому что нету такого понятия, как норма, его не существует. И я уже говорила о том, что у меня есть такое подозрение, ну, естественно, что нам сформировали некие правила, некие устои для того, чтобы нами можно было управлять. Ну, потому что общество без различных правил, это как движение. Представляете, что нету правил движения на дороге. Выезжаешь и едь как хочешь. Мы называем это в село, когда приезжаешь, ты понимаешь, что тебе страшно, потому что у тебя откуда угодно может выйти кто угодно, и непонятно, кто кого пропускает и вообще нужно ли кого-то пропускать. Вот точно так же происходит в жизни. Безусловно, существуют какие-то правила. Но если бы вы начали честно понимать, чего вы хотите, то вы бы увидели, что существуют группы людей, которые увлекаются, которым нравятся, или которые думают так же, как вы. Я часто, например, встречаю, ну вот чем занимаемся мы, чем я занимаюсь, я учу людей осознанному мышлению и управлению своим разумом. То есть пониманию того, что твоя жизнь и то, что ты получаешь, это результат твоих мыслей. То есть ты ее хозяин, а не наоборот. Ты ее случаешь, а не она тебя случает. И мне кажется, что у этой темы, ну ничего в ней такого нет. Ну, по крайней мере, это более нормально, чем заковывать себя в цепи, и там, ну давайте остановимся, она заковывает себя в цепи. Но это я так считаю, потому что я в этом обществе нахожусь, я вижу огромное количество людей. Вот недавно я познакомилась с девушкой, которая по этой тематике как раз цепей и прочих штук, и она мне говорит, так это нормально. Ты знаешь вообще, сколько тысяч человек в нашем сообществе, а сколько людей таких по всему миру. И я понимаю, что когда попадают люди на рерайтер, многие говорят, господи, как хорошо, что вы тут все есть. Я-то думал, что я сумасшедший. Когда эти мысли приходили в мою голову, когда вот то, что вы рассказываете, ко мне приходило какое-то понимание, что возможно все так и устроено, все вокруг говорили, что я ненормальный. И мне было стыдно за себя. Я боялся признаться, что я думаю так, как мне другие. Потому что мне сразу же на меня вешали клише сумасшедшего, ненормального. Все с меня начинали смеяться, все начинали говорить, что я голову себе где-то там отбил. Так вот, когда мы находим общество своих, мы видим, что какие бы у нас не были предпочтения, в чем бы то ни было, есть еще огромное количество людей, которые думают так же, или любят так же, или делают так же. Помните, у детей, вот я пропустила эти поколения, эти группы, сейчас мне нужно будет, конечно, изучать все, что происходит на рынке детей, в их интересах. Когда начали появляться вот эти все дети с черными волосами, я уже забыла, как они там все называются, аниме, бениме, различные субкультуры, и ты смотришь, и тебе стремненько немножко становится, но тем не менее, для тебя этот человек какой-то стремненький, но если ты попадаешь в группу этих людей, ты видишь, как их много, байкеры, помните, мы видим одного байкера, и нам кажется, господи, вообще, ну блин, какой, а если вы когда-нибудь видели вот этот съезд байкеров, сообщества, как их много, и они все там выглядят, не то, что одинаково, но видно, что они все из одной тусовки, это есть норма. Поэтому история заключается в том, что для того, чтобы мы поняли, кем мы являемся, нам необходимо сбросить с себя вот эту вот кожуру жабы, перестать притворяться, я не говорю сделать это публично, но начать с того, чтобы с собой об этом поговорить, и перестать эту полость, закрывать «об этом я подумаю завтра», вы не с Карли Тахара, не забывайте, те, которые думают завтра собрались, вы не она, вы это вот Юля, Наташа, Оля, Маша, Денис, Сережа, вы это вы, и каждый раз, когда вы говорите, что я подумаю завтра, продолжайте, потому что я боюсь, потому что я бегу, и когда вы задаетесь вопросом, как же мне вынырнуть, вынырнуть, как же мне наконец-то, а дальше, получить работу своей мечты, сделать свой бизнес, построить нормальные отношения, отвечайте себе, я смогу это сделать только при одном условии, когда я перестану себе врать, и начну искать ответы на вопросы, а я вообще чего хочу, а я вообще какую работу хочу, я вообще работу хочу, я чем хочу заниматься, я как себя хочу чувствовать, я в 10 лет пытаюсь построить, вырулить отношения, я эти отношения вообще хочу, это для меня подходит, мы удивительные, потому что мы не знаем, чего мы хотим, мы находим время в жизни на все, кроме того, как найти время на себя, и врём, что для нас это сейчас не важно, девочки, которые рожают детей, ставят на первое место ребёнка, выходишь замуж, или собираешься в отношения вступить, на первое место ставишь партнёра, мы всё время занимаемся с вами расстановками, самое главное поставить кого-то впереди себя, в университет надо поступать, в школе учимся, родители, ну я ничего поделать не могу, родители так хотят, мы на самом-то деле с вами и являемся вот этими производителями людей, которые нам указывают, что делать, мы настолько боимся сесть за руль сами, что мы всё время ставим то родителей, то учителей, вот они, всё время кто-то виноват, всё время это они, потом наши дети, мы говорим, что ну как я могу что-то делать, у меня же есть ребёнок, он главный, а потом, когда ребёнок вырастает, мы его обвиняем в том, что мы из-за него, значит, карьеру не сделали, из-за него что-то, то есть вот эта позиция обмана настоящего обмана, это вроде того, как женщина, которая говорит, что ну я родила ребёнка, поэтому я не могу выглядеть нормально, это ведь тоже враньё, ведь если бы это было так, мы бы не видели женщин, которые родили и выглядят нормально, ну естественно им повезло, понятное дело генетика, ну ясно, они в какой-то космической капсуле, ну это понятно, но да зачем врать себе, до тех пор, пока мы врём себе, мы ничего не решаем, я вам скажу ещё больше, что не нужно думать о том, что если вы прям себе во всём скажете правду, то вам придётся над всем работать и во всём становиться идеально, ну это тоже не так, не так, потому что, ну мы недостаточно совершенны для этого, когда мы начинаем находить и ответы на вопросы жизненные, кем хочу быть, как хочу себя чувствовать, с кем хочу жить, чего я вообще в жизни хочу, хочу я быть богатым, бедным, хочу я путешествовать и так далее, мы словно бы создаём такие ячейки, в ящике, знаете, вот архивы с ящиками, с бумагами, вот мы каждый свой вот такой вот архив достаем и кладём в ящик, значит, мы вот этих ящиков напаковали, и мы хотя бы видим, это как вот, знаете, вы корзину в супермаркете набрали, а вам нужно в холодильник по полочкам разложить, вы же знаете, что у вас внизу морозилка, а с правой стороны лежат фрукты, а с левой ящик у вас для овощей, а вот там вот сверху вы обычно яйца кладёте, а посредине сыр у вас и что-то там такое, а молоко вы ставите вот сюда, вы понимаете, и вот вы открываете свой холодильник, когда вы накупили всю эту корзину, это ответы на вопросы ваши, и вам сейчас, вы понимаете, что тут всего огромное количество, и вы честно дальше себе отвечаете, этим я хочу сейчас работать, а вот здесь, например, я курю, я понимаю, что это плохо, но мне сейчас от этого хорошо, поэтому я не буду сейчас вновь пытаться заставить себя бросить курить, я сегодня хочу курить, и я принимаю в себе это, точно так же это может касаться чего угодно, мы боимся доставать из себя какие-то серые стороны, потому что нам кажется, что нам придётся сейчас решать все проблемы мира, нет, фигня это тогда, когда вы курите 10 лет, и все 10 лет продолжаете говорить о том, что вы бросите, и все 10 лет вы прячетесь от родителей, как маленький, и вы пытаетесь себя оправдать, почему вы курите, но когда вы принимаете, да, я курю, мне нормально, или да, я пью Кока-Колу ночью, мне хорошо, или да, у меня вес такой-то, но я это принимаю, я не хочу сейчас ничего с этим делать, не трахайте мне мозг, оставьте меня в покое, я это принимаю, мама, что ты от меня хочешь? От вас все отлынивают, вы больше не интересны здесь, и вы себя нормально чувствуете, никто не говорит о том, что нужно превратиться в идеального суперчеловека, но вы должны сами знать, сами знать и понимать, где вам нужно что-то делать, а где нет, где ваша темная страна, или страна, не принятое обществом, вас устраивает, для вас это норм, вы для себя это приняли, вы так хотите, и вы не испытываете по этому поводу супер угрызений совести, чувства вины, вы приняли это для себя, вы так хотите, да, это неправильно, да, если об этом кто-то узнает, вас могут убить, пофиг, вы это приняли, и вы перестаете себя за это корить, и вы перестаете делать вид, находить оправдания, почему вы с этим ничего не делаете, да не хочу я сейчас ничего с этим делать, а когда захочу, я достану этот ящичек и буду что-то делать, ребят, я сейчас включу свет, то у меня темнота тут начинается, это будет свет, это понятно, а если я курю, но мне это ненормально, ну, к чему такой вопрос, к чему такой вопрос, вот вы сейчас показываете свое шаблонное мышление, вы хотите сейчас, как в школе, чтобы я вам сказала, дала оценку, да мне насрать, курите вы или нет, вот вы должны понимать, что мне лично вообще наплевать, курите вы, трахаетесь вы, ругаетесь вы матом, мне все равно, и каждый человек, даже который вам дает оценку, ему тоже все равно, и вам должно быть все равно на мнение других, какая вам разница, какая разница, и чем я и говорю, вы сами должны для себя научиться это определять, и переставать сверяться все время с решебником, или просто поговорить на эту тему, просто поговорить это неинтересно, это ничего в вашей жизни не изменит, я вообще не люблю вот эту просто пустую болтовню, зачем мне тратить на это время, осознанность заключается в том, что вы врубаете свою голову и принимаете решение, если я курю, и мне это не нравится, значит я принимаю решение этого не делать, а если я курю, мне это не нравится, но я не бросаю, значит я пиздоболка, надо это принять, вы где-то себе врете, не нравится, уберите, а если вам не нравится, но вы это делаете, значит вам просто нравится ебать себе мозг, ебите, скажите, трахал кому мозга своего я, будьте честными с собой, да, я понимаю, что ой резко звучит, ну конечно я смогу, блядь, гладить по головке, говорить вам, ой, ну давайте мы с вами, зачем вам эти сопли подтирать, вам все в жизни подтирают сопли люди, понимаете, а кто-то начинает обижаться, вот вы молодец, согласны, правильно, потому что тут же не стоит история про то, чтобы кого-то обижать, нет, я себе тоже часто так говорю, как только я себя ловлю, что думаете, я суперидеальная женщина, ну я надеюсь, что я никогда и не стану, потому что это стрёмненько, но я когда себя на этом ловлю, я так себя сажаю и говорю, так, Оля, нам надо поговорить, вот давай сейчас разберемся, ты вот куда, красивым или умным, почему, почему сейчас тебя это гребет, давай разберемся, ты либо это принимаешь и все, либо ты это не принимаешь, и тогда делаешь другие выводы, не надо пытаться вот это вот усидеть, вы должны четко для себя понимать, для себя, еще раз, не надо идти об этом рассказывать своему мужику, своей бабе, вот эта честность какая-то, не надо, это ваши личные тараканы, научитесь быть дирижером своего оркестра, сами с этим разберитесь, вот знаете, это как мужчина, который говорит, вот ты мне не нравишься, мне с тобой не очень хорошо, но я бы пошел к другой, но к другой я, блин, не хочу идти, что, что, ну не нравится, ебашь к другой, нравлюсь я, определить, ну я хочу, чтобы ты изменилась, ну мать вашу, ну мы же взрослые люди, ну мы уже взрослые люди, ну давайте уже разбираться сами, и что-то принимать, не принимать, находить для себя решение, это проще делать, все остальное я называю мастурбацией мозга, такой себе полусекс, полутрах своего мозга, чуть-чуть сделали там чуть-чуть, кончили от этого, не получили удовольствия окончательного, и забыли, засохло, ну ребята, ну взрослые же, ну взрослые, я вот этого больше всего не люблю, у меня, например, когда с детьми идет разговор, она мне начинает, ой, мама, у меня, я сегодня себя не очень хорошо чувствую, понимая, хочет отлынуть от тренировки, я ей говорю, я отменяю тренировку, нет, ну что нет, ты себя не хорошо чувствуешь, мы отменяем тренировку, ну, нет, оказывается, она хотела конфету, так вот я и говорю, если ты хочешь конфету, то не надо говорить, что ты не хочешь на тренировку, чтобы я тебя с помощью конфеты уговаривала, я не буду, я не буду тебя уговаривать, ты принимаешь решение, ты или хочешь достигать своих целей, или не хочешь, а конфета, это другая история, про конфету ты приходишь и говоришь, я хочу, мама, конфету, у меня дети, да, переживают за вес, потому что они находятся в спорте, моя старшая дочь находится в таком забавном режиме, гимнастки ее все время взвешивают, но тем не менее, я ей все время говорю, что ты живой человек, я тебе ничего не собираюсь запрещать, ты сама себя контролируешь, ты понимаешь, почему это, для чего это, ты читаешь книги о жизни гимнасток, ты знаешь, что такое эти все нагрузки, но если тебе, мать твою, хочется сладкого ночью, ну, приди мне и скажи, мама, я хочу съесть шикарку, ты что думаешь, что я не живая, ты думаешь, что я не ем по ночам шоколад, но мы должны расставлять свои приоритеты, четко понимать, а если для тебя еда на первом месте, то тебе гимнастики просто не место, давай найдем что-то другое, вот понимаете, часто вот эту прямоту, и мою в том числе, воспринимают как оскорбление, а почему, потому что мы врём себе, потому что мы считаем, что лучше нам наврать себе стрекорова, это будет правильно, ребёнку наврать, всем наврать, и вот это будет правильно, и это неправильно, это будет неправильно, Потому что мы начинаем вот это в себе все, а потом же мы начинаем по этому поводу страдать. Помните, слышали такое, когда вы, например, вам спрашивают в какой-то ситуации, ваша знакомая, к примеру, нормально, если я тебе долг не отдам? Ты такая, нормально. И тут же звонишь Маше и говоришь, ну ты представляешь, коза какая. Сказала, что не отдаст мне долг, но я-то видела, ботинки себе купила на прошлой неделе, или там у нее хахаль, там у нее то, а мне долга она отдать не может. Опять вранье. Опять вранье. Вранье прежде всего себе. Потому что если бы ты сказала себе, да нет, это ненормально, да я так не хочу, ты бы легко об этом заявила вслух и сказала, Машка, все классно, все супер, мне нужен долг, вот он мне нужен. Умение говорить да или нет, умение принимать решения, это как раз и есть от того, насколько вы честны с собой. И еще раз повторюсь, что мы воспринимаем обман как спасение, ложь во спасение. Мы все время себе вот это вот все, да нет, да ничего, да нет, а сами же недовольны, сами взрываемся, сами бесимся, самим не нравится, сами... И все, зачем вы это делаете? Зачем? Чтобы понравиться кому-то, чтобы кого-то не обидеть, чтобы кому-то было хорошо. Да не может быть на самом деле вашим близким хорошо, если плохо вам. Если от вас идет энергия, вибрация, неудовлетворенности, неудовольство, раздражение, не может быть хорошо вам. Это как ваш мужчина, вот для меня это такое сравнение. Дорогой, я хочу магазин. Окей, пойдем. Мы идем в магазин, а он все время недоволен. Он сидит все время, он на меня нигде не смотрит, он, я ему говорю, тебе нравится, а он сидит недовольный, потому что я его выперла в этот магазин. Вот понимаете, но он типа сделал это для меня, и он мне говорит, я из-за тебя поперся в этот магазин, я вообще хотел заниматься другими вещами, я думал. Понимаете, и ты думаешь, ёпси, никому это не в кайф. Сиси покажи. Ну вот, приблизительно такая история, замечательный комментарий. Член, пришлите мне сейчас в прямой эфир, посмотрим. Если он достоин, я вам покажу сиси. Окей, сделаем с вами шоу. Шоу мозгу, потому что у меня зачетная грудь, а с вашим членом еще надо разобраться. Судя по комментарию, как бы маловато. Вот, друзья, поэтому подумайте на эту тему. Почему я завела этот разговор? Потому что, как я уже говорю, все, что я делаю в своем марафоне рерайтера, то, что я несу у массы, это то, что для того, чтобы мы с вами могли управлять своей жизнью, мы с вами должны понять, как она устроена. И мы должны понять, что то, о чем мы думаем, то, что в нашей голове с вами живет, то и проектируется. И когда мы уговариваем себя, что нам нравится то, что мы имеем, люди, ситуации, мы об этом думаем, мы думаем об этих негативных ситуациях, мы в этом живем. И это и создает нашу реальность. То есть, например, вы должны понимать, что вне зависимости от того, когда вы думаете о том, что я болею или я не болею, ваш мозг создает вибрацию болезни. Он эту приставку «не» в данном случае не чувствует. Потому что, когда вы говорите, вот думаете о болезни, я не хочу болеть, я болею, но я не хочу болеть, вы думаете о болезни и притягиваете ее. Вы можете получить другую реальность, только если другую засунете себе в голову. То, что вы спроектируете у себя в голове, то вы и начнете получать. И пока вы себе врете, надеясь, что это само рассосется, оно вообще само не рассосется. Присосется еще больше. Поэтому нужно закрывать эту лавочку обмана. Переставать думать о том, как нравится другим и так далее, а нагло становиться в позу эгоиста. Потому что только, когда вы становитесь эгоистом, вы способны разрулить ситуацию в какую-то другую сторону. Я со своей стороны помогаю это делать именно в рерайтере жизни, потому что именно там мы занимаемся тем, что мы очень четко описываем с помощью специальных медитаций, техник и прочих вещей, мы описываем, создаем свою реальность. Мы заглядываем в то, не как мы живем, а как мы на самом деле хотим. Как мы себе эту жизнь представляем, как мы себя в ней хотим ощущать. У нас в жизни очень мало времени для таких мыслей. Еще раз говорю, мы сбежим в таком сумасшедшем темпе, что, конечно, ай-яй-яй, я не знаю, что будет происходить дальше у наших детей, но скорость действительно фантастическая. Но мы бежим, а в большинстве находясь в состоянии стресса и несчастья, поэтому мы и не выдерживаем, поэтому так часто происходят какие-то странные заболевания, поэтому так часто молодые люди уходят из жизни. Наша энергия внутренняя не в состоянии так реагировать, нам нужно замедляться. Замедление – это практики, замедление – это правильный напор мыслей. Удивительно, знаете что? Вот мы бежим, и нам кажется, что все то, чем мы живем, и о чем мы думаем, и те проблемы, которые мы решаем, нам обязательно нужно решить. А когда мы замедляемся, оказывается, что 50% проблем просто лежат в нашей корзине. Они нам не нужны. Но у нас не было времени перебрать. Это как шкаф, забитый одеждой, которым вам нечем надеть. И вам кажется, что у вас много одежды, и вы корите себя, когда заходите в магазин и думаете, нет, у меня очень много. Вам некогда его перебрать. Но это реальность такая. Просто вот такая. Поэтому я очень сильно хочу, чтобы вы об этом подумали. А еще больше хочу, чтобы вы приняли решение и пришли ко мне на майский поток рерайтера жизни. Потому что это удивительный трансформационный марафон. И даже если вы ни черта сейчас не понимаете, что там будет происходить, но у вас есть желание поменять свою жизнь, наконец-то, я вам обещаю, что если вы просто будете делать то, что я говорю, выполнять задания, вы за месяц получите я даже не знаю, как за сколько. Но это будет ваш сумасшедший прорыв. Это я вам точно говорю. Я очень благодарна всем, кто смотрит прямые эфиры, кто благодарит за них, и кто уже после прямых эфиров, которые просматривают, делает какие-то весомые шаги. Это круто. Но рерайтер настолько сильный сейчас, настолько простой, настолько эффективный, что порой я даже сама не понимаю, через какой космос я могу такие вещи создавать и давать. Поэтому я очень хочу, чтобы он зашел к каждому из вас, зашел в каждый дом, в каждую семью, и вы смогли проснуться и увидеть реальность совершенно иначе. И вы перестали врать себе. Вот другие вообще, вот вы знаете, другие это то, что вас должно волновать сегодня меньше всего. Потому что когда мы говорим о том, что нужно начать с себя, когда мы начинаем быть осознанными, поверьте, у нас уже не стоит задача, вообще уходит задача кого-то оценить, обидеть, унизить, причинить боль. Вообще этого нету. Вы перестаете просто от других думать. И это круто, потому что вы создаете свою среду, потому что вы меняетесь в корне, потому что у вас уже не будет тех людей в окружении, которые вас будут обвинять в том, что вы какой-то не такой. Нет. Вы наоборот увидите мир совершенно другими глазами и увидите тех людей и те возможности, которые они видели раньше, не замечали, не понимали, где они были. Это удивительно, но это так происходит. Я вам это говорю как человек, который не теоретик в этом деле, человек, который выплыл, выплыл из таких историй, которые мне просто даже страшно вспоминать. Это работает. Это работает. Рерайтер жизни будет пробный в мае, пробный марафон запускается всегда, единственный момент, который вы должны знать. Например, сегодня у нас последний день, у нас цена идет все время по нарастающей. Сегодня стоимость, если я не ошибаюсь, 60 долларов. Завтра она поднимется на 70. И чем ближе дата, тем выше цена. И когда вы покупаете пробный марафон рерайтер жизни за 5 долларов, стоимость уже максимальная, базовой версии 100 долларов. Это то, о чем вы должны знать. То есть, если вы сильно хотите попробовать, просто попробовать, и если вам понравится докупить, вы должны понимать, что вы его докупите уже практически в два раза дороже. В принципе, я считаю, что он бесценный, и это для него не деньги. Но, тем не менее, к моему огромному сожалению, есть очень большое количество людей, для которых эта сумма денег является большой. Увы, так есть, пока что, пока что. Вот, поэтому я сразу же вам говорю, что у вас возникнет желание докупить его еще во время пробных заданий. У нас огромная конверсия людей, мы же тоже не просто так это делаем. У нас огромная конверсия и количество людей, которые докупают и заходят в этот поток, в который как бы стартует. Кто-то заходит в следующий поток, но ждет целый месяц. Помните о том, что ресурс времени является наиболее ценным сегодня для нас. Время – это то, что мы не ценим, но очень зря, потому что каждый наш день решил свернуться. Стоимость, сколько в мае? Еще раз говорю, сейчас, сегодня цена его 60 долларов, к моменту мая он будет стоить 100 долларов в базовой версии. Вы можете перейти по ссылке, потому что эфир можете смотреть в разное время, по ссылке «Рерайтер жизни», он находится в шапке в Инстаграме или в Ютубе, когда мы заливаем видео, находится под видео, в описании. Вы можете просто написать «Рерайтер жизни», и он выйдет вам в гугле и посмотреть, какая цена будет актуальная на тот момент времени, когда вы будете смотреть этот эфир. Еще раз говорю, это бесценная в себя инвестиция, я абсолютно уверена в том, что я делаю, я благодарна потокам, которые через меня проходят, потому что я сама порой не знаю, откуда рождаются какие-то очень интересные решения, но тем не менее, я рада, что я этим занимаюсь, мне нравится это служение, я очень хочу, чтобы вы кайфовали от жизни. Я ни из кого не ращу святош, вы сами видите, что я не святошка, я люблю крепкое словечко, я люблю жизнь, я люблю драйв, я люблю крутых людей, я люблю энергичных людей, я люблю разное, я люблю жизнь во всех ее проявлениях, но я обожаю людей, которые понимают, что мы пришли в жизнь не для того, чтобы пожрать, иногда потрахаться и в итоге сдохнуть, но точно не для этого, хотя и эти вещи очень и очень хороши. Не будете отдельно продавать медитации в аудиоверсии, очень хочу их снова послушать. Нет, мы не продаем медитации, медитации доступны для участников клуба и для участников бит-клуба. У нас есть сообщества, в которые потом попадают, идут уже продвинутые слои обучения, и люди, которым по-настоящему это нравится, они остаются с нами там. Там достаточно символичные цены, и большое количество людей с нами остаются. Вот, собственно, и все. Я слышу набор слов, интересная информация, видимо, платная. Я думаю, что для вас она будет неинтересна. Если вы сейчас слышите набор слов, то как бы вам платная информация будет неинтересна. Там тоже набор слов. Каждый слышит свое, я никого не зазываю, ни перед кем не оправдываюсь, кому-то я подхожу, кому-то не очень. Поэтому идите, ищите своего наставника. Я вам точно не подойду. Я очень хочу попросить вас всех, после того, когда я сейчас опубликую этот эфир, оставить несколько слов в комментариях. Для меня всегда это очень важно, ценно. Я... Кто-то считает, что даю пустые слова, кто-то считает по-другому. Если вы считаете, что я даю что-то ценное и важное, и для вас сегодня это было интересно и полезно, пожалуйста, в качестве рубля напишите пару слов об этом эфире для тех людей, которые могут прочитать и понять, что им этот эфир может в чем-то быть полезен. Всем остальным большое спасибо, что были со мной в это прекрасное вечернее время. Я желаю вам замечательного дня. Обнимаю вас, пусть у вас в жизни все получается. И, конечно, жду вас на рерайтере жизни, потому что рано или поздно, даже если сегодня я вам не нравлюсь, наступят времена, когда вы ко мне придете. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!